Здравствуйте, я Евгения Медведева. О том, что влияет на красоту волос, а также нужно ли использовать народное средство, узнаем у специалиста по красоте Ольги Журавлевой. Кто такой парикмахер, стилист, специалист по красоте? Первонаперво человек, который выслушает и услышит своего клиента. Ведь люди приходят с разными задачами и проблемами. Одни хотят подровнять кончики волос, а другие кардинально изменить свою прическу, изменяя и форму, и цвет. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, ну вообще девушки очень часто посещают парикмахера, но вообще только стригутся. Чем занимаются у парикмахера? Что сейчас модно, популярно? Я считаю, что парикмахерская, это само слово, изжила уже себя. Мы вообще называемся студией красоты, салоном красоты. То есть там, где женщина доставляет, наверное, себе удовольствие и получает свою красоту. То есть и больше, ну мы предлагаем окраски, стрижки. И сейчас очень популярны уходы за волосами, потому что весь интернет, если вы видели, да, очень часто выкладывают лечить, лечить. Каждый день мы это видим. Вот. На самом деле очень много профессиональной продукции именно по лечению, по уходу за волосами. А иногда лечить волосы и кожу головы приходится даже из-за неправильного мытья. Казалось бы, ну что тут может быть сложного? В первую очередь это неправильное нанесение. То есть не все понимают, что такое шампунь, что такое бальзам, что такое кондиционер. То есть люди как бы в этом, ну привыкли пользоваться бальзамом, шампунем, да. Вот. Многие пользуются два в одном. Вот. Но вообще по химическим свойствам шампунь это щелочь. А щелочь разрушает, если очень неправильно длительное нанесение на кожу головы, то он создает покраснение, шелушение. То есть иногда бывает раздражение кожи. То есть чаще всего это от неправильного нанесения. То есть многие даже думают о том, что у них перхоть, а на самом деле это просто непромытый шампунь, который раздражает кожу головы. Кожа начинает сохнуть, начинает отшелушиваться. Такие белых, белыми чешуйками. Все считают, что это перхоть. Бегут, покупают шампунь от перхоти. Ну и, соответственно, все это очень затягивается. И мы, я считаю, сейчас профессионалы должны рассказывать, показывать, учить о том, что существует очень много полезных шампуней. Как правильно подобрать шампунь? То есть тоже многие не знают. То есть на шампуне, если мы посмотрим, написано шампунь для кожи головы. То есть для жирной кожи головы, для чувствительной кожи головы. А на бальзаме кондиционеры написано для волос. Поэтому, по сути дела, голова и волосы. То есть кожа головы и волосы – это разные немножечко структуры. Неправильное, я считаю, нанесение, когда мы берем, наливаем, ну, кладем себе шампунь на ладонь. И сразу же это кладем, наверное, темную зону. То есть правильно шампунь нанести на руках. И затем шампунем нужно промывать кожу головы. А волосы достаточно того, что шампунь смывается с водой. Этого достаточно наше волоса. Вот. А мы не промываем, мы моем волосы, не моя кожу. И поэтому нам кажется, что голова чистая, потому что мы ее как бы мыли. Но на самом деле мы на следующий день опять хотим ее смыть снова. Поэтому у нас говорят, что надо мыть каждый день. Голова получается часто. Это, скорее всего, от неправильного использования. Ну, на самом деле, сейчас очень многие все чаще и чаще моют голову, потому что, ну, не сохраняя своей свежестью, сделай там прическу, выпрямляй, сделай кудрявые волосы. Но она грязнится. По какой причине может постоянно казаться, что волосы какие-то такие грязноватые? Ну, сейчас вообще поменялась очень сильно наша, наверное, экологическая обстановка. Да, изменилась структура воды, которую мы моем голову. То есть, если мы раньше там пользовались даже дождевой водой, то сейчас это как бы нежелательно, потому что с дождевой водой все к нам сливается в эти бочки. Вот. Ну, и наша вода, которая идет в канализационных, то есть, да, то есть, она не соответствует тому, что желательно бы мыть. Важно, что находится в самой шампуне. И многие не понимают, зачем покупать шампунь в профессиональной косметике или покупать в магазине. Да, все зависит от качества шампуня. Чем шампунь основной составляет силикон. Силикон бывает искусственный, ну, или недорогой силикон, бывает дорогой силикон. Вот. И вот этого качества этого силикона, добавок различных увлажняющих, масел, все зависит от цены шампуня. Вот. Если силикон некачественный, соответственно, недорогой, он обволакивает волосы, и они пачкаются быстрее. То есть, создается такая, как бы, пленка постоянная на голове, как вот теплица. И под ней постоянно происходит кожное сало, да, выделяется у нас на поверхность головы. А эта пленочка, вот этого силикона, она постоянно, как бы, не дает дышать нашей коже. И поэтому нам кажется, что голова всегда грязная. То есть, вот этот силикон, он, как бы, не вымывается. Мы сейчас пользуемся, ну, как бы, в нашей работе микроскопами, да, для того, чтобы показать клиенту реально, какая у него кожа головы. То есть, мы под микроскопом показываем, сквозь той головы, какой он пришел к коже головы, да, насколько она покрыта сильно силиконом. Делаем пилинг к коже головы и показываем, как реально должна выглядеть чистая голова. То есть, после этого, после применения правильных шампуней, ну, 2-3 дня вы смело можете ходить с чистой головой. И мужчины, и женщины так или иначе обращают внимание на свои волосы. Покупают разные средства в магазинах, аптеках, читают статьи в интернете, которые пестрит полезными советами о том, как в домашних условиях вылечить волосы, придать им блеск, красоту, шелковистость. Но такие ли полезные эти советы? Я отношусь немножечко так скептически, наверное, к народным средствам. И почему? Объясню. Потому что сейчас, опять же, совсем другая природа. Совершенно другие компоненты. Если раньше говорили мы про яйцо, то мы говорили про бабушкино деревенское яйцо, а не то яйцо, которое куплено сейчас в магазине. То есть, если подумать, чем кормят наших кур сейчас, и, соответственно, что мы получаем. Какая трава? Трава, которая находится также точно, где ее собрали. То есть, и те же самые масла, которые продаются в аптеке, на самом деле, они всегда соответствуют тому требованию. В чем вообще минус огромный масел, который используется для лечения кожи головы? Они очень имеют большую крупную структуру молекулы и забиваются в кутикулу волоса. Волосы становятся, как бы набухают. Сначала это кажется, что волос у нас здоровый, красивый, хороший. Потом кутикула лопается. И, то есть, получается так, что мы вредим. Через определенное время волосы у нас начинают выглядеть хуже, чем... Ну, это проходит, может быть, месяц, то есть, не сразу, что вы сегодня нанесли. Хотя бывает такой случай, но вот совсем недавно, на той неделе, подбежала девушка и говорит, вот, посмотрите, у меня, как бы, воздражение на коже. У нее реально валились волосы, то есть, это было покраснение на темной части головы. Мы у нее говорим, что вы делали? Я делала маску из лука. То есть, что она сделала? Она сожгла, собственно говоря, свою фолликулу волоса. То есть, по природе нам, вообще, любому человеку заложено определенное количество фолликул волоса. От природы есть отпечатки пальцев, определенная структура волос, определенный заложенный меланин, то есть, у нас определенная структура кожи, да? То же самое у нас заложено количество фолликул в волосе. И если мы в течение своей жизни будем их вредить, то есть, их сжигать, постоянно, да, то есть носить их травму, они, соответственно, загибнут, больше-то их не вырастет, вот, и вот такими вот масками можем просто испортить, на самом деле, сгубить свои фолликулы, и через определенное время, там, лет 50-60 мы подумаем об этом. Если говорить о том, что дома лучше не лечиться какими-то неизвестными, непроверенными народными средствами, то в салоне как лечь от кожи головы? Ну, дома, еще раз говорю, можно лечиться, но аккуратно это нужно делать, вот, и не часто, то есть если положено, как маска на лицо делать раз в неделю, раз в 10 дней, так и нужно делать раз в неделю, раз в 10 дней, вот. А по поводу салонного лечения мы также точно рекомендуем ходить раз в неделю или раз в 10 дней, или совмещать это со стрижкой, то есть через 4-5 недель. То есть у нас есть такие сейчас очень интересные реконструкции волос, то есть это дрожжи, витамины, масла, которые во время, то есть это можно совмещать со стрижкой, да, то есть в течение 15-40 минут, сколько у вас будет стричь, да, то есть в течение этого времени у вас волосы еще и лечатся одновременно. Вот, то есть эти масла, дрожжи проникают очень глубоко в структуру волоса. Когда мы их смываем после водой, волосы, конечно, гладкие, шелковистые, то есть вы в течение месяца спокойно от стрижки до стрижки сходите с ухоженными волосами. Остановить можно, ну, испорченные волосы, сожженные химической завивкой, пересушенные на солнце, после морской воды, ну и также точно пересушенные феном. Вот, то есть им можно помочь, и они будут гладкие, блестящие. Сейчас идут за советом к мастеру, да, то есть всегда идут не просто подстричь волосы, как мы начинали говорить, да, а они еще, ну, спрашивают совета, как их все-таки, да, за ними поухаживать дома, потому что каждый раз не будешь ходить в салон, вот, потому что это и дорогостоящие, но дома-то всегда можно сделать поддерживающий уход, поэтому, используя правильные шампуни, правильные бальзамы, маски, я считаю, что всегда можно волосы сохранить в хорошем состоянии, их отрастить. Вот, они у вас не будут ни сечься, ни ломаться. Вот, еще такое вот, как бы, не бойтесь фенов, то есть почему-то очень многие боятся фенов, ну, это, наверное, пошло, опять же, с наших времен, с 70-х, 80-х, 90-х, то есть тогда, когда фены сами по себе, это было просто нагревающий прибор. Сейчас современные фены имеют ионизацию воздуха, и поэтому при использовании не очень горячего, там есть кнопка теплого воздуха, холодного воздуха. Наши волосы имеют отрицательно заряженные волосы у нас, ну, частичками, а ионы положительные, и при них склеиваясь, они между собой гладкость волоса создают, и защищают, и держат влагу внутри волоса. Поэтому, как бы, это быстро, это удобно, и современные средства все-таки позволяют нам улучшить состояние наших волос. Ну, в том числе даже фен. Даже фен. Остается только пожелать, чтобы люди не боялись и не стеснялись обращаться за советами, и чтобы приходили и были немного более сознательными, ну, чем это происходило раньше. Да, конечно, я очень желаю, чтобы люди к нам шли не с проблемами, а, наверное, с задачами, которые они могли бы нам поставить, а мы могли бы их решить. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Это была Ольга Журавлева, специалист по красоте. Ну, а кто придет в следующий раз, смотрите через неделю.